Из-за несоблюдения пожарной безопасности в этом году были оштрафованы три пансионата по 25 тысяч сомов каждый. Это Витязь, Фламинго и Ройл Бич. Как рассказали в госэкотехинспекции, с персоналом пансионатов регулярно проводятся беседы на тему противопожарной безопасности. До вашего приезда мы тоже так со всеми ведомствами, межведомственной комиссией тоже производили, проверяли все пансионаты. Как выше упомянула наша сотрудница, что с годом, с каждым годом как-то улучшение чувствуется. Мы сейчас проверяем пансионаты и им даем паспортизацию, паспорт на экологический паспорт для проведения деятельности. Вот сейчас мы тоже проверили с этим, с ведомствами. Получается, вот сейчас паспорта получили сейчас более где-то 10 пансионатов. Еще одной более масштабной проблемой является отсутствие или же нехватка очистных сооружений. Так, если на Иссыкуле есть около 200 пансионатов, то только несколько из них подключены к городской канализации. А в целом здесь функционирует около 80 очистных сооружений и нескольким пансионатам приходится пользоваться одним на двоих. Насчет очистных сооружений. Вот, считайте, с 2015 года современных очистных сооружений построено именно в Искусском районе. 25 штук современных, которые отвечают всем требованиям экологии и технической безопасности. То есть, вы же видели сегодня, вот в Лазурном береге это новое очистное сооружение. Это и в прошлом году Роял Бич, Каприза в этом году, Ахбер Мето. Берег любого пансионата должен быть проверен на отсутствие отходных вод. Как рассказали специалисты, за последние 10 лет не было такого, чтобы какой-либо пансионат закрыли из-за несоответствия требованиям. Когда буду отбирать, качественный анализ сделать. То есть, замерить температуру и среду воды. То есть, она щелочная, кислая, нейтральная. А потом в лаборатории достоверная информация, там химанализ будем делать. Так или иначе, владельцы пансионатов, которые в прошлом году подозревались в том, что они сбрасывали отходы в озеро, такую информацию опровергли и рассказали, что подобного не было и 5 лет назад. Такой ситуации не было. Во-первых, это в прошлом году, когда мы хотели открыть одну минеральную скважину, которая стояла 30 лет, не реанимировалась. И когда мы хотели сдать анализ, института кровотологии сказали, что мы должны только через месяц привезти эту воду, так как она должна месяц пройти. Поэтому мы, это же чистая минеральная вода, мы открыли эту скважину. И в тот момент рыбаки сняли эту фотографию и отправили в социальные сети. Подобные проверки проводятся ежегодно в мае месяце. В этом году они начались на два месяца раньше, в марте, чтобы дать побольше времени владельцам пансионатов устранить имеющиеся недочеты. Чтобы благополучно начать принимать гостей, туристов, у пансионатов должны быть разрешения. Получить их можно до 15 июня включительно. Кстати, из почти 200 пансионатов на Иссыкуле на сегодняшний день разрешения имеют только 10.